Индуктивные функции и однопроходные алгоритмы. Индуктивные функции, ну я напишу точка, точка, однопроходные алгоритмы. Итак, давайте, мы уже много достаточно разных алгоритмов знаем, давайте сейчас рассмотрим и классифицируем эти алгоритмы, но не по асимптотикам для начала, а классифицируем алгоритмы по тому, что они обрабатывают и что они возвращают. Можно сказать примерно так, что у нас есть алгоритмы, которые на вход получают число. Вот я их вот сверху нарисую, то есть они получают число, а результатом является число. Или второй вариант, когда на входе число, а на выходе последовательность чисел. Что я имею в виду? Ну, список или какой-то другой вот итерируемый объект, это не важно сейчас, потому что это дело не в языке программирования. То есть принципиально алгоритм, который на входе, допустим, одно число, а на выходе много чисел. Пример. Все цифры числа, то есть мы берем число и все цифры его в десятичной системе числения откусываем по порядку, пока число не станет нулёным. Так, классический там ЕГЭшный вариант, в ЕГЭм часто используется для генерации последовательности. Или, кстати, тут есть такая тонкость. Вот, например, алгоритм Евклида, куда мы вообще вставляем? Там же вроде бы несколько, два числа, результат число. Вы знаете, его нельзя считать, что это... Ну да, я не закончил классификацию, да. А здесь сделаем наоборот. Была последовательность, стало число. Стало число. Так вот, я сейчас алгоритм Евклида напишу вот сюда, а не сюда. Почему? Дело в том, что для меня два числа, три числа – это маленький кортеж, это фиксированный набор чисел. Понятно? То есть, ну как вектор, да, он же все равно один объект. Вот так два числа, из которых будет получаться. То есть у нас не может вот это взять и расшириться. Если мы будем обсуждать алгоритм, который считает наибольший общий делитель произвольного количества чисел, тогда, да, тогда это уже будет из последовательности получаться число. Ну и последняя классификация, да, это у нас будет из последовательности будет получаться последовательность. Так вот, я вот здесь вот, как базовый, охарактеризую вот такой вот функциональной зависимости. y равно f от x. То есть принципиально происходит что? Ну или скажем так, можно на самом деле так сказать. Был x, получилось f от x. Это схема записи. То есть это ничего не на каком языке. Был x, получилось f от x. Так вот, первое, что можно сказать. Что у нас среди алгоритмов, которые обрабатывают последовательность, конечно, есть алгоритм, который просто вот тот же самый. То есть он поэлементно берет последовательность. x1, x2 и так далее, да. x1, x2 и так далее, xn, да. И из этого получает f от x1, f от x2 и так далее, f от xn, да. Ну вы знаете, что в питоне для этого есть специальная функция мэп. Да? Или мы можем воспользоваться листком прихенджинг, генератором списка, который возьмет и поэлементно применит эту функцию. Надо напомнить? Да. Давайте я напомню, как это сделать. Еще раз. Я сейчас сюда любое выражение на самом деле могу применить, но я буду считать, что именно f от x, да. И я по одному числу x буду совать. И у меня, соответственно, исходная последовательность, она должна быть в чем-то, раз уж мне сейчас синтексу сюда надо вписать. Да? Давайте я ее назову буквой А большое. А большое – это вся последовательность вот этих вот чисел. То есть вот это вот. Я специально беру прямо в список, то есть я сейчас конкурентизирую, это список чисел А, да. То есть эта штука – это А. Итак, как мне получить, собственно, вот список из функций, примененной к этим числам? Пишется это следующим образом. Давайте через лист comprehension для начала. Я пишу f от x for x in A. То есть я вот, ну, я опять же, я сейчас стрелочкой нарисую, то есть в смысле того, что у меня было А, да, а вот этот объект, он прямо на языке программирования, надо взять его и вставить в нужное место. Будет сгенерирован новый список на основе… Очень классная штука. Вот конкретно. Питон, он обладает признаками функционального языка программирования, потому что позволяет многие фишки функциональны. То есть, в частности, я могу не создавать объект список. Если мне понадобится последовательность, то я могу так с ней и работать. Это очень интересная штука, но я сейчас не про это рассказываю. Поэтому я, пожалуй, вы сдержусь. Меня это прям несет, хочется, но я не буду. Время потратим. Короче, смысл в том, что была последовательность, стала последовательность методом последовательного полиметного применения. Конечно, это не единственное, что можно делать в последовательности. Но в этом здесь, в каком-то смысле, это единственное, что можно сделать. Понятное дело, что если х – это некий вектор, на самом деле это x, y был, то на самом деле у меня вполне может быть f от x, y, при этом f на самом деле может быть, по сути, вектор функции. То есть она возвращает кортеж, который я тоже могу присвоить сразу нескольким переметам. То есть я могу вполне поставить здесь вектор. Ну или вот я y сотру сейчас, потому что мне не так важно сколько, но главное, что фиксированное количество. Так, ладно, что еще не охватил? Я не охватил еще, было число, стало последовательным. Это генерирующие алгоритмы. То есть всякие генераторы, генерирующие алгоритмы. Ну давайте, это в скобках напишу, что они генерирующие. Давайте приведем несколько примеров. Ну первый я уже произнес. Это цифры числа. Все цифры числа. Что еще можно делать с числом? Простые числа. Ну можно разложить его на множители. То есть разложить его на множители. Это генерация последовательности его делить. Делители, да? Все простые делители, да? Разложить на множители. Чисто с любоначи. Да, вот дальше возникает такой вопрос. А можно ли какие-нибудь последовательности генерировать? На самом деле начать надо с самой простой, которую первой в школе изучают. Эротометическая прогрессия. Да, генетерическая прогрессия. И на самом деле любые последовательности. То есть весь этот список, он не замкнутый. То есть просто в принципе понимание, что происходит. Любые прогрессии и последовательности. Арифметическая прогрессия. Для того, чтобы задать ее, конечно, нам надо реально, скорее, три числа. То есть это у нас что? Старт, стоп, степ. Ну как у рейндж. Рейндж это генератор арифметических прогрессий. Можно свой написать. Это арифметическая, геометрическая прогрессия и так далее. В общем, смысл понятен, да? Так. Что еще я не охватил? А, я вот здесь вот хотел сказать. Была последовательность, стала последовательность. Сюда входят очень сложные всякие алгоритмы, в том числе и сортировки. Но вот на секундочку я пока сортировки трогать не буду. А вот хочу простейший еще один алгоритм упомянуть. Это фильтрация. Фильтрация. То есть, я оставлю немножко эту источницу. Фильтрация. У меня была последовательность А. Я не буду переписывать. Вот такая, да? И я хочу некоторые иксы просто отфильтровать. Нет, я все-таки напишу, чтобы было видно, что происходит. То есть, х1, х2, х3, х4, хнт. А в той последовательности другое количество элементов. В ней у нас, например, х2, х3, х5, х8 и так далее, хн минус первое. То есть, какие-то иксы могут отсутствовать по какому-то признаку. Например, я отбираю только положительные, только мальчиков, потому что им четные. Или какой-то еще признак, по которому я их отбираю. Делается это в питоне тоже очень легко. Есть встроенный механизм фильтрации. Я могу использовать лист comprehension, вот такой вот. Но следующим образом туда добавится if. Я надеюсь, вот там будет сколько-то видно. Там не видно. Но я все равно запишу, наверное, сюда. Давайте все-таки я вот так. Я пушу тут место, напишу тут. Вот сейчас я фильтрацию делаю. Как это делается? Я беру и пишу x, форм x in r. И дальше if. Ну и пишется какой-то критерий, который вы хотите. Логический критерий, но, например, x больше нуля. Вот таким вот, вот таким вот списочным действием я выполняю фильтрацию элементов. И у меня будут взяты только те элементы списка А. На самом деле, еще раз, не списка А. А, список А тут ни при чем. Дело не в списке. Это может быть любой итерируемый объект. Может быть, это арифметическая прогрессия А. Может быть, это еще что-то. Но оно умеет выдать очередные элементы и в какой-то момент сказать, что оно закончено. Понятно? Сейчас нам не важно, как это устроено. Но по любому итерируемому объекту можно бежать при помощи циклофор. Его можно запихнуть в список, в конструктор лист, чтобы он стал списком при желании. Понятно? Ну, у нас же есть range, да? Он не является при этом списком. Так, ладно. С фильтрацией все понятно? Можно объединять в list comprehension фильтрацию с применением функции. То есть сюда можно писать f от x и пожалуйста. Есть специальная функция MF для поэлементного действия некоторой функции. Она в некоторых ситуациях может оказаться удобнее. Но сейчас давайте про нее не будем пока тратить. Так, а вот здесь вот, вот здесь вот, последовательность была и стала числом. Это что такое? Это некий механизм выжимки, некоторого статистического наблюдения. То есть была последовательность чисел. И я что-то про нее раз в минуту говорю. Да? Ну, как выборы, например, происходят. То есть есть люди, у которых последовательность для тени. Да, вот она, раз и результат. Статистика. Сколько-то процентов. Понятно? Вот. И вот тут вот как раз возникает разный вариант. Вот вариант первый. Нам для того, чтобы обработать последовательность чисел, надо ее запомнить. Надо запомнить все эти числа и многократно проходить по ним. Но самое главное, что надо запомнить. Нельзя их так, чтобы одно ухо влетело, а в другое вылетело. А есть другой вариант. То есть здесь есть вот эти алгоритмы. Можно, давайте даже так, классифицируем их. Есть те, которые надо запоминать. Их назовем неоднопроходные. И однопроходные. Однопроходные – это значит, что мы можем осуществлять редуцирование последовательности с получением результата методом, что действительно мы это число раз проанализировали, учли и забыли. И берем следующее число. То есть мы сразу же независимы от количества памяти. Конечно, сам факт того, что мы это число считываем из попадной последовательности, неважно, с клавиатуры, с файлов, с датчиков космических каких-нибудь присоединенных к компьютеру, с фотодетекторов робота, неважно. То есть это входящий поток, откуда взяли некое число, проанализировали, забыли, снова взяли. То есть у нас константная память в однопроходных алгоритмах. Понятно? Ну и вот сейчас я хочу вам сказать и рассказать, а какие они, во-первых, есть, хотя вы знаете их, конечно, в прошлом семестре я пробегался по ним, но все-таки давайте еще раз по ним пройдемся. Я введу, собственно, на понятие индуктивной функции. Давайте внимательно посмотрим на ситуацию, когда однопроходный алгоритм сформулировать можно. Вот. Представьте себе, что у меня уже есть некоторая последовательность x1, xn, и на основе этой последовательности у меня уже есть, то есть она фактически есть, я ее не запоминал, но фактически она есть. И я на основе этой последовательности уже вычислил некоторое значение моей функции f вот этой последовательности. Функция вот последовательности. Правильно? Нормально? Понятно логика, да? То есть функция, у которой один аргумент, последовательность чисел, произвольной длины. И вот она у нас имеет длину сейчас n. И это значение равно какому-то конкретному fn, зависящему от этих конкретных x. Так вот, я хочу рассмотреть эту функцию от удлиненной на единичку на один x, последовательность xn и еще x. Реально он будет n плюс 1, но я сейчас его временно просто назову x, потому что дальше у меня сейчас формула, я буду просто x. То есть текущее значение. Реально он будет, конечно, n плюс 1. Ну ладно, напишу n плюс 1, чтобы порядок не нарушался. Но потом он будет x просто. И это значение, соответственно, что такое? Это n плюс 1. Так вот, возникает вопрос. Для того, чтобы вычислить вот это вот число fn плюс 1, мне надо знать все вот эти x? Или мне может быть достаточно старой функции fn, вот этой, и, собственно, вот этого нового x? fn плюс 1. Понимаете? Если мне этого достаточно, то вот эта штука, и будет называться у нас индуктивная функция, она обеспечивает индукцию. И очевидно, каким образом надо действовать. То есть нужно взять, вычислить эту функцию f от какой-то короткой последовательности, а дальше можно не вычислять. Бери и вот при помощи индуктивной функции вычисляй следующее значение функции f маленькой. Понятно логика? Поняли, что такое индуктивная функция? А теперь дальше возникает только вопрос, какие именно способы редукции последовательности мы можем назвать, и какие конкретные, собственно, эти функции индуктивные мы можем тоже привести. Сейчас будет список. Одну секундочку. Одну секундочку. Дело в том, что у меня индуктивная функция... Да, подожди. В принципе, вот эта функция f, вот последствия, она может быть вектор функции, на самом деле. То есть она может на самом деле вычислять не одно значение, а сразу два значения. Ну, алгоритм, функция, а то бишь алгоритм в конечном счете. То есть этот алгоритм он может вычислять сразу, например, и сумму чисел последовательности, и количество чисел последовательности. Типичный однопроходный алгоритм. В результате у меня может получиться некоторая функция, которая сам по себе индуктивной не является, среднеарифметическая. Среднеарифметическая последовательность не является индуктивной функцией. То есть для него невозможно сформулировать, прошу прощения, не является однопроходным алгоритмом, и для него невозможно сформулировать индуктивную функцию. Нельзя по старому среднему арифметическому вычислить новое среднеарифметическое, зная, какое число мы добавляем. Понимаете? Но есть функция, можно по вектор функции, которая содержит и сумму чисел, и количество чисел, всегда можно вычислить. Понятно? Она как бы сводится. Так, все, последняя оговорка сделана, давайте напишем список. Итак, во-первых, это количество чисел. Спрашивается, а зачем, если у нас есть последовательность? А вот не факт. Не факт, что вы знаете количество членов. Например, вы в процессе обработки будете эту последовательность фильтровать. То есть вы будете считать количество четных, количество простых, чего-то еще. На самом деле, может оказаться от нуля до очень большого количества. количество, сумма, произведений. Количество, сумма, произведений. Вы уже понимаете, почему я не пишу 3-9. Так, значит, я буду сейчас объяснять, что. Ну, во-первых, как я ее буду называть. Во-вторых, для последовательности пустой, чему равна эта функция, для последовательности длины 1. Я рисовал такую табличку в прошлом семестре? Не помню. А дальше, смотрите, я не буду сейчас для последовательности длины 2, 3 и так далее. Для сразу, для последовательности переходной. То есть, а когда у меня происходит переход, да, ну, даже так, я на самом деле могу сразу сюда писать индуктивную функцию, да. Давайте именно про нее будем говорить. То есть f от старого значения, да, f от это и x. Вот здесь уже я просто напишу x. Просто текущий элемент. Почему? Да потому, что мне реально не надо запоминать, я буду реально одну переменную всегда держать, 1x. В котором мы будем подновлять новое значение, считанное с потока года. Количество, сумма, произведения. Какие еще сюда относятся? Логические проверки про последовательность. Например, хотя бы 1. Да, хотя бы 1. Хотя бы 1. Она называется any, по-английски. Any. Все. All. All. Ну, соответственно, сумма, она называется сам. Для произведения, я честно сказать, стандартного названия не знаю. Можно использовать reduce с произведением. Но не будем это делать. Количество, это, соответственно, лен. Есть стандартные функции, которые это вычисляют, с итерированными объектами, без всяких приседаний. Но, тем не менее, да. То есть, вот есть лен, да. Но я дам сейчас другие имена. Сумма, сам. Произведения нету. Хотя бы 1. Any. Все. All. Я к чему говорю эти названия? Дело в том, что если у вас все числа уже заключены в итерируемый объект, ну, то есть, вы его смогли уже взять вот как объект, это список, арифметическая там, ритм, прогрессия, еще как-то, но вот он есть, называйте его с буквами, по нему можно бежать в циклофон. То вы можете взять и сказать, о-ло-ло, а, ну, правда, вам там надо некоторую тонкость, да, потому что вам нужно критерий туда внедрить. Поэтому давайте все равно сделаем это вручную. А так в справочнике можно подразумевать стандартные функции, которые умеют пробегаться и делать это на проход на алгоритм. Итак, хотя бы один. Все. Так, и что еще? Это максимальный элемент. Максимальный и минимальный. Максимальный. Я сейчас, у максимума нужно раскрыть целое множество различных вариаций, алгоритмов по поиску максимума. Вот. Я сейчас не буду это делать, а я хотел бы еще один циклофон писать, чтобы вы знали, что он однопроходный. Это называется частотный анализ. Частотный анализ. Итак, ну, имена раздадим. Раздадим им имена. Так, сейчас посмотрим, какое все это будет. Имя для количества я назову буковкой M. Для суммы S для произведения P хотя бы один. Здесь мне будет важно, что я могу применять некий критерий. Критерий того, что он соответствует, собственно, требований. Я буду называть критерий буковкой C от X. Результат я буду называть, соответственно, сейчас секундочку, как я его называл. На самом деле и там, и там я его называл буковкой F, как флаг, то есть некая логическая, булевская переменная. Но я назову это булевская сумма B, S. B, S. А все я назову как B, P. Булен продакшн. Максимум M, частотный анализ, там у меня будет называться F, как фриквенция. Так, поехали. Количество членов пустой последовательности. Просто фактически нам же надо с чего-то начать. Индуктивная функция, она позволит нам двигаться дальше. А с чего-то начать надо. Количество элементов пустой последовательности. очевидно 0. Ну, в этой очевидно 1. А индуктивная функция какая? Очень забавная. Она не зависит от X. То есть что я буду? Я буду старое значение N просто увеличивать на единичку с появлением очередного X. Там мне нужно вычислить F N плюс 1. Я что напишу здесь? Я напишу N равно N плюс 1. N равно N плюс 1. Нет, я могу, конечно, сейчас запариться и прямо написать N N плюс 1 равно N N тому плюс 1. Я буду уже ближе к программированию. Когда мы в программировании пишем, то это будет уже не утверждение, а это будет оператор присваивания. То есть я вычислю и загоняю, обновляю значение R. Хорошо? То есть я не буду еще... Я пропускаю сейчас чуть-чуть микроматематики и сразу пишу действующую инструкцию в программировании. Итак, для суммы... Сумма одного числа... Не, ну сумма одного числа, понятно. Она равна, собственно, самому числу. Переход какой? Переход у меня... S равно S плюс X. Ну или можно S плюс равно X. Понятно. Засуммировать число. Произведение. Произведение одного числа. Ну звучит странно. Произведение последовательности состоит из одного числа. Может звучит и странно, но вполне понятно, что это просто само число. То есть я напишу тоже, что произведение одного числа это просто X1. Как произведение продвигается вперед? Какая индуктивная функция позволяет перевычислить, не перевычисляя все сразу? Значит, что? P равно P домножить на X. Опять же, это уже сразу я подразумеваю, что это старое PN, а это PN плюс 1. Новое. На самом же деле я просто присваиваю домноженное P на X. Так, далее. А вот дальше давайте на секундочку приостановимся. На секундочку приостановимся. Дело в том, что начинать с последовательности длины 1 не очень удобно. Было бы удобно задать нашей функции, нашей переменной S или P значение до цикла. Почему? Ну потому что первый X я буду получать из, неважно, из файла и так далее, но я его буду получать как-то вот получил, обработал, получил, обработал. Да? Как это будет выглядеть? И получится, что у меня одно получение должно быть до цикла. Потому что обработка специфическая. Я должен в X1 просто заложить S равно первому X. А мне бы хотелось так, чтобы первое считывание уже происходило сразу в цикле. То есть, чтобы у меня как у количества было какое-то начальное значение суммы и начальное значение произведения. Понимаете? А вот теперь скажите мне, пожалуйста, можно ли представить себе, что числа все у меня неотрицательные ради полноты микропарадокса, чтобы вы почувствовали в этом парадоксе. Предложите мне, пожалуйста, последовательность чисел неотрицательных, сумма которых равна нулю. Очевидно, она из этих нулей должна состоять. При этом ее произведение равно единице. Ну, глупость какая-то, да? А давайте попробуем. Сейчас, когда мы к логике перейдем, тут будет еще и смешнее. Давайте, короче говоря, смысл вот в чем. Я не могу сказать сумму пустой последовательности. Что значит сумма от нискольких чисел? Но мы можем доопределить это и сказать, что это пусть это будет ноль. А почему? На самом деле, только потому, что индуктивная функция, примененная к переходу от пустой последовательности, последовательности, содержащей одно число, она корректным образом должна стартовать от нуля. То есть сумма нискольких чисел должна равняться нулю, потому что сумма одного числа равняется одному числу. Именно по этой причине начальное состояние произведения единица, потому что индуктивная функция должна сработать правильно. Здесь-то мы знаем ответ, поэтому мы говорим, значит произведение пустой последовательности единица. Это допущение, на самом деле оно изначально не определено. А вот теперь двинемся дальше. Булевская сумма, Булевское произведение. Хотя бы один. То есть я разыскиваю по последовательности, иду по последовательности, ну хоть один четный тут есть, если хотя бы один четный есть, то результат true. Если все нечетные, то фу. Понятно, да, Луль? Все, она наоборот проверяет, да? То есть если все четные, тогда true, а если хотя бы один нечетный, все, до свидания. Ясно? Итак, что у нас тут получается для последовательности длины 1? Ну тут все зависит от критерий. Я и там, и там критерий буду написать, ну, как c от x. Ну, то есть c от x1, здесь c от x1. Так. Давайте обсудим переход. Обсудим переход. Что у меня будет происходить с Булевской суммой? Она зависит от старого значения. То есть если уже хотя бы один был найден, то мне не важны критерии по текущему x. Надо, чтобы true сохранилось, если там было true. Если же там было false, то критерий имеет значение, и тогда, если c от x true, тогда должен Б от s стать true. Как это записать? На самом деле никакой if тут не нужен. он может обойтись без него. Можно записать так. bs или критерий от x. Что такое или? Или это логическая сумма. То есть на самом деле это всего лишь логическая сумма критерия каждого x. Раз это логическая сумма, что-то нам сейчас подскажет, какое начальное состояние этой перемены для пустой последовательности. логический ноль. False. То есть что получается? Это очень логично. Когда нет ни одного, то я могу утверждать, что здесь, в этой аудитории, говорю я, есть хотя бы один негр, имеющий нобелевскую премию. ложно. Да, в этой аудитории, ну на самом деле можно было ограничиться первой частью высказывания, кажется. Ну, понятно, да, то есть если я что-то, делаю какое-то заключение про пустую последовательность, то есть в которой нет ни одного, а я говорю, хотя бы один удовлетворяющий критерий, а нет ни одного, ну значит фон. А вот теперь я говорю, да, все негры в этой аудитории имеют нобелевскую премию. Это трудно, именно потому, что последовательность пуста. Ну и логично, что будет с булевским произведением, да, bp, да, end критерий от x. Понятно? То есть если у меня булевское произведение уже было ложью, то я как бы домножаю логически, и уже ложь это хотя бы один раз попавшись в критерий какого-то x, она уже все занулит, все суммарное логическое произведение. Если же у меня bp было true и c от x ложное, то оно зануляет. Если же они все остаются истинными, то в результате у меня bp к финишу останется истинным именно тогда, когда мне надо. Так, ну что же, давайте с максимумом. Максимум последовательности длины 1 очевидно равен самому числу. Переходная функция, индуктивная функция, как она будет популироваться? Ну, конечно, вы умеете это делать наверняка по... Да, я, кажется, вас учил именно так это делать. Да, как? Давайте вот я вот здесь сформулирую. Если x больше, чем m, то m равно x. Да, может, так это делать? Правильно? Ну, и я еще вот такую картинку рисовал, да? Стоит кто-то на постаменте, то есть какое-то значение уже находится в переменной m. К нему подходит очередной x и говорит, а ну я круче тебя. И если он круче его, то он занимает его место. Если нет, то не занимает. На самом же деле можно сформулировать это функциональным образом. Я могу здесь использовать функцию max m равно большему из старого максимума x. то есть очевидно новый максимум он равен большему из старого максимума и текущего x. Это ровно то, что вот там и происходит. Пишется в одну строчку, но все-таки часто не используется. Почему? Потому что поиск максимума часто сопряжен с дополнительными поисками. То есть я хочу найти индекс максимального элемента, ну, номер, допустим, да, некий m, допустим, я параллельно еще и n вычисляю, да, и я хочу запомнить max n, да, то есть где это происходит, я буду, вот здесь я это могу сделать, я говорю, mn равно n. Да, и я отщелкнул, когда именно это произошло. Или, может быть, я хочу еще параллельно считать количество элементов, равных текущему максимальному. Я не буду сейчас сформулировать индуктивную функцию, алгоритм мне сформулировать проще, да, в этом случае я допустим, что ml сейчас это будет количество равных максимальным. Если я сейчас победил всех тех, кто стоит там, то m равно x, а количество нас теперь там один. Я не знаю, сколько их было, но я сильнее их всех, поэтому я победил, и я там один. А вот если нет, то есть иначе, да, а лучше не else, а элип. Иначе, если x равен максимуму, то есть они посоревновались, и он оказался равный по силам. Ну, в этом случае подменять значение m не надо, но надо сказать mn плюс равно один. То есть у меня количество и поединичку больше. Так, окей. Слушайте, много времени уходит, удивительно. Ужасно. Хорошо рассказывается, да? Я что хотел тут сказать? Не хватает, знаете, чего? Не хватает максимума в пустой последовательности. Кто может мне сказать, чему равно максимальное число в пустой последовательности? И минус бесконечности. Это нельзя сказать. То есть на самом деле реальность такова, что сказать нельзя. И обычно действует следующим образом. Обычно действует следующим образом. Нам надо кое-что заранее знать про последовательность чисел, которые придут. Если мы заранее знаем, что там будут числа от минус миллиона до плюс миллиона, тогда мы что должны сделать? Мы поставим в качестве максимума пустой последовательности чучело пугово, которое слабее любого самого хилого слабака, который может только встретиться. Поэтому первое пришедшее победит. Слушайте, а в чем проблема? Почему нам не начинать собственно с последовательности длины 1? Почему нельзя с нее и начинать? Дело в том, что если одновременно с поиском максимума происходит фильтрация, представьте себе, что я ищу максимальное четное число, что будет происходить? Мне надо найти первое четное число для начала. То есть получается, что поиск первого четного числа входит в поиск максимального четного числа. чтобы вообще сформулировать начальное состояние, мне приходится тратить на это отдельное количество итераций. Потом думаю, сколько чисел я уже обработал, сколько мне еще осталось считывать, чтобы лишних не считать. В общем, небольшие проблемы с этим могут быть связаны. Правда, есть выход из этого. Можно повесить некоторый флажок, некоторый флажок повесить, который будет, ну, например, если я еще и параллельно считаю количество, количество равных максимальному, то я могу выставить его в начальное состояние равным нулю и вот здесь вот перенаписать, перед тем, как х больше м, написать, когда х н, о, прошу прощения, мн равно равно нулю, то есть, когда еще ни одного там не стоит, у меня есть отдельные перемены, в которые написаны там сейчас пусто, или, понятно, то есть, я могу вставить вот такую мн равно нулю, или х больше м, то есть, там никого или х победил м, при этом, кстати, никакой проблемы не будет, даже если у меня м вообще не определена была, такой перемены еще не было, да, у нас же неинициализировано, ничего страшного, потому что в питоне ленивый оператор или он вычислит именно первую часть, посмотрит на нее и скажет, а, ну, все, значит, если это дело истинно, то вторую часть можно не вычислять, то есть, я уже попаду внутрь ифа из-за того, что это окажется правдой, попав первый раз внутрь ифа, я создам переменную м, заложив туда х, и на второй раз, когда я сюда приду, и м, уже будет не 0, то ничего страшного, х может сравниваться с м уже безошибочно, потому что переменная м уже существует, ладно, я сейчас не буду, еще раз скажу, не буду углубляться во все вот эти тонкости с поиском максимума, хотя можно однопроходным алгоритмом, то есть, не запоминая все числа, можно искать 2, 3 максимума, 4, любое нужное количество, на самом деле, если вы будете использовать алгоритм сортировки вставкой, ну, в конечном каком-то количестве, то, пожалуйста, в каком-то смысле однопроходно, вот вы взяли себе карман из 10 чисел, и вы туда методом вставки добавляете очередное число, да, пересортировывая их, а лишние выбраковывая, понятно, ну, в каком-то смысле сортировка вставками, она напоминает однопроходный алгоритм, правда, реально мы все-таки все там, там мы запоминаем все, просто объем этого хранилища, которое мы с собой тянем, он разрастается в итоге до всего массива, до всех чисел, потому что запоминать там приходит, ладно, ну, в общем, я не буду тут ничего писать, я вот тут не буду ничего писать, да, я даже крестик поставлю, то есть начальное состояние для максимума и минимума на самом деле не определено для пустой последовательности, но если мы можем знать что-то про последовательность, то да, мы можем, но в этом смысле в питоне длинная артеметика нам даже портит жизнь, именно потому, что мы не можем выдать минус 10 тысяч миллионов, а вдруг все числа, которые придут, они будут минус 20 тысяч миллионов, понимаете, минус 20 миллиардов каких-либо, то есть они все могут оказаться слабее чучела и победить в результате чучела. Ладно, частотный анализ, очень классная штука, очень классная штука, если у меня последовательность состоит из ограниченного набора возможных чисел или букв, то я могу, я, вы помните, сортировку по счетам покажу, но это выглядит классно, то есть индуктивную функцию мы просто и красиво написали, она будет выглядеть так, я, f, это у меня на самом деле вектор значений, это прям вот вектор значений, так вот, я буду f x-t f-x-t делать плюс равно 1. Понимаете? Это очень забавно, то есть я ставлю палочку, ставлю галочку, но в x-том счетчике и f это счетчик, но только там нечетно, а счетчик всех видов возможных входных данных. Вот, частотный анализ является однопроходным алгоритмом. он используется, например, в сортировке почетов. Требование какой к последовательности? Ну, что у нас числа должны быть ограниченного набора. На этом про однопроходный алгоритм принципиально все. Напоминать, как обрабатывается последовательность я не буду, это совсем просто, ну или сейчас посмотрим, для чего это идет. Двигаемся дальше. Так, я хотел рассказать вам про повторить асимптотику стандартных сортировок. Давайте немножко поговорим в принципе про асимптотику. асимптотику. Ну, во-первых, мы можем говорить о потреблении ресурсов. То есть, когда мы говорим про асимптотику, мы говорим о потреблении алгоритмом ресурсов. Вообще, в теории алгоритмов скорее вопрос ставится не о том, сколько ресурсов ширет этот алгоритм. А вначале ставится вопрос вообще вычислима функция или не вычислима. Потому что есть функции, которые не вычислимы. И даже можно их сформулировать. Например, известно, что алгоритма алгоритма это вычислимая функция. Так вот, алгоритма, который бы сказал про другой алгоритм, неважно на каком языке записан. На любом сколь угодно идеальном красивеньком C, Python, на чем угодно, неважно, на алгоритме на языке машины тюрьмы. Невозможно построить алгоритм, который будет определять по тексту алгоритма исходному, зависнет программа или не зависнет. То есть есть входные данные, есть конкретно алгоритм. Пожалуйста, проанализируй, как это, мониторивай, скажи, зависнет или не зависнет программа. Невозможно. Это доказано, математический доказан. То есть есть невычислимые функции, что невозможно построить алгоритм чему-то. Да? Ясно? Но мы сейчас будем говорить именно про потребление ресурсов. Первый ресурс, который потребляют алгоритмы, это самый критичный. Как вы считаете, какой ресурс компьютера самый критичный для алгоритма? Память. Память. Абсолютно верно. Память, она более критична, чем процессорное время. Компьютер, если что, можно запустить работать и на ночь, и на неделю, и на год. Если что. Но по памяти, да, он все-таки в каком-то смысле ограничен. Да, и реально, реально, в смысле, в реальных задачах, чаще всего, именно память является таким, вот, нужно задуматься, облезет это все или нет. Вот вы будете строить вычислительную сетку, тысяча на тысячу, что-то мне мало, дай-ка, миллион на миллион. Вы задумайтесь, комбинаторно, как у вас это дело, по памяти, что произойдет. Понимаете? Будьте аккуратны, чтобы у вас не взлетела асимптотика по памяти. Но сейчас я все-таки не буду трогать. А, буду, потому что у однопроходных что хорошо? У однопроходных алгоритмов, поскольку не надо запоминать всю последовательность, то они грубо говоря по памяти кто от единицы. То есть, вот когда там пишут ЕГЭ 27-ю задачку по 4 балла, то им требуется как раз однопроходное это сделать, не запоминая все числа последовательных. А в ситуации, когда надо запоминать, там уже возникают разные варианты ООТН, а если всякие построения, то может быть ООТН квадрат и так далее. Ладно, мы сейчас будем обсуждать асимптотику по времени работы или по количеству операций. Эти две вещи, количество операций считается пропорциональным времени работы. Ну, естественно, что разные компьютеры с разной скоростью выполняют. То есть, количество операций, время работы, оно чего равно? Количество операций умножить на время выполнения одной операции. И опять же, я сейчас закрываю глаза на то, сколько времени занимает выполнение одной того вида операции и этого вида операции. То есть, условно, в среднем, просто тупо пропорциональности все. поскольку речь идет об асимптотике, да, то вот наличие какой-то констанции, там, t равно k умножить на n, да, она не так важна, какая там именно констанция. Двигаемся дальше. Что такое вообще асимптотика? Представим себе функцию, простите, это мотан, который должен уже был быть наверняка, всякие стремления, да? нас будет интересовать стремление этой функции количества операций. То есть, количество операций, оно реально от чего зависит? Оно зависит от реальных входных данных. Понимаете? То есть, у меня есть некоторое количество входных данных x1, x2, xn, Я сейчас буду, я ради красоты написания, я сейчас буду анализировать вот те, которые последовательность принимает на вход. Так вот, у меня есть алгоритм там f. Так вот, реальное количество операций, оно, надо прогнать алгоритм и посмотреть, сколько операций получится. И оно может вести себя по-разному. То есть, оно может для какого-то конкретного набора, для конкретного n, вот конкретно n, 10 чисел с сортировкой методом пузырька. Помните этого прапорщика, который выстраивал салфа? А если солдаты все стоят уже по очереди, то ему достаточно пройтись вдоль строя и проверить, что каждые два стоят по партану. Правильно. Все, n операций. То есть, может оказаться, что ему достаточно 10 операций. Правда? Может быть, ему понадобится два раза пройти по строю, да, 20. Может быть, три, а может быть, и 10. то есть, у меня на самом деле возможно некий диапазон для одного и того же количества чисел, но числа разные, по-разному они там в этой последовательности находятся, и алгоритм по-разному может себя вести. Понятно? Поэтому у меня на самом деле это не совсем так вот функция, это некий диапазон допустимых значений для одного и того же алгоритма, потому что выборки разные. Что можно сказать про эти выборки? Есть наихудший случай. Вот это наихудший случай. Наихудшая выборка для сортировки пузырьков. Какая выборка наихудшая? Если мы сортируем по возрастанию, то числа изначально сортированы по убыванию. Там как раз максимальное количество действий нужно. Это наихудшая выборка. Есть некоторая наилучшая, но мы же не можем на нее рассчитывать. А вот есть среднестатистическая. И надо понимать, что плотность этих случаев, плотность вероятности, она у нас не тупо посередине находится. Мы не можем взять и сказать конкретное в среднем количестве операцию. Наилучшая посередине. Нет. На самом деле тут скорее некоторая плотность вероятности, то есть некоторая среднестатистическая. Так вот, вы помните сортировку Тони Хоуэра? Быстрая сортировка Кликсор? У нее наихудший случай он ведет себя очень плохо. У него асимптотика ОАТН-квадрат. Сортировка быстрая, она не лучше сортировки пузырьком. Понимаете? Но вот среднестатистический случай у нее ведет себя очень хорошо. У него Н лог Н. Сейчас я быстренько напишу, но я очень хочу пояснить вот эту ситуацию. Почему у нас возникает вот некоторая разность. Так вот, наилучшее нас не интересует, а вот эти две они могут вести себя по-разному. Понятно теперь, да, о чем вы будете речь? Об вот этой точке и об вот этой точке. Итак, давайте теперь возьмем какую-нибудь из них. обычно рассматривают алгоритм по скорости вычислений в наихудшей выборке. Что в результате? У меня это значение при разных Н, оно может вести себя естественным образом, то есть он растет, где-то как-то себя ведет, да. Вот вопрос, какая асимптотика у этого алгоритма? Пока непонятная на самом деле. Непонятно. Нужно есть больший масштаб, а если будет больше масштаб, я скажу, еще больший. Дело в том, что нельзя этого сказать, пока, пока что, пока я не ушел в бесконечность. То есть мне нужно именно асимптотический, то есть, а что у меня там? Есть математическое, математическое описание, да, когда мы говорим, что начиная с некоторого Н, да, начиная с некоторого Н, любого, да, у нас функция какая-то, которую мы сейчас укажем, будет покрывать сверху нашу функцию Н операций максимальной, Н оп, макс, верхняя точка, да, Н оп, макс, Н оп, ну давайте сверху максимально, потому что вот это, Н оп, макс, вот, Н, кстати, что это за Н? Это, что у меня вот тут, вот этой оси? Это масштаб задачи, масштаб задачи, например, количество входных чисел, для сортировок это количество входных чисел, на самом деле параметр масштаба задачи может быть не совсем очевидным, ну например, когда мы число раскладываем на множители, что там параметры задачи, ну одно число, а что там является масштабом задачи? само число, ну можно по-другому, можно например так сказать, количество цифр в числе, это будет разная характеристика, количество цифр равно лабиритмам числа, да, ну вот, от выбора того, что я беру за параметры задачи, будет в результате зависеть сложность, да, и окажется, что если мы будем количество цифр числа брать за параметры, то окажется, что деление на разложение на множители это очень плохая задача, она не пропорциональна n, она как раз ведет себя как, ну вот у меня 8 байтовое число, да, и 16 байтовое число, по памяти, это же не так большая лица, да, а по времени разложить на множители 16 байтовое, 8 байтового числа, да, разница будет уже большая. Так, ладно, вернемся к, я писал, здесь у нас некоторая характеристика масштаба задачи, да, и от этой характеристики у меня количество операций ведет себя вот так. Так вот, мы говорим, что у меня количество операций равно O большое от какой-то функции F от N. Это значит, что существует такое N нулевое и существует такая константа, что для любого числа большего N нулевого у меня функция F от N домноженная на эту константу больше, чем N max от O. Ну, или, скажем так, она зажата. Это меньше, F от N гарантирует мне наихудшую скорость, короче говоря, работа. При этом, конечно, с некоторой константой, может быть, до множества на 5, на 10, как бы, есть число, да, которая принципиально с точки зрения асимптотики мне не так важна. Так, давайте с вами поговорим еще чуть-чуть про это, про активность алгоритмов. По-моему, у нас время кончается. Скажите, пожалуйста, какой алгоритм принципиально хуже? Какой алгоритм хуже? Вот такой вот, который тратит вот столько операций, или вот такой алгоритм, который тратит вот столько операций. Ну, вот видно, да, я специально рисую асимптотику, у него. Даже давайте я еще мягче сделаю. А вот этот, то есть тут масштаб, будем считать, что большой. А вот тут у меня количество операций, например, 100 умноженное на F, то есть этот угол достаточно большой, да, но еще и плюс какая-нибудь там тысяча, 10 тысяч. То есть константа плюс еще там число умноженное на F, вот такая вот. А другое количество операций, это будет у меня просто M квадрат. Какой хуже, какой лучше? Реально, да, надо смотреть на ситуацию. Но очень часто программист недооценивает дальнейшую жизнь программы. Компьютеры живут недолго. Компьютеры живут недолго. Они существуют пять лет, ну, десять лет. А программное обеспечение, к сожалению, существует десятилетиями. И продолжает работать, продолжает эксплуатироваться. Понимаете? Оно долгосрочное, долговечное. Оно переходит с одного компьютера на другой, более мощное, совершенное. Неважно. То есть, компьютеры сменяются, а программа все качует и качует и качует. И программист в тот момент, когда он выбирал, у него казалось ему, что он, ну, допустим, что у меня масштаб, это вот тут вот одно тысячи. Я сейчас могу умножить или там дополнительные, и он может подумать. Но вот этот алгоритм, он же елки-палки. Он тормозной. А этот, ох, молодец какой-то. Ну и что? Какая разница, что там этот квадрат спрятан? Ну то он классно быстро работает. Понимаете? Даже он говорит, ну я хорошо, я, допустим, даже представлю себе десять тысяч, но даже если будет десять тысяч когда-нибудь, десять тысяч нет таких компьютеров, такого масштаба задачи, не нужно такую задачу решать. В этом случае все равно он будет круче. Но реальность оказывается такой, что компьютеры, они еще быстрее, еще быстрее, масштабы задачи еще увеличиваются, еще в разы, в десятки, в сотни, в миллионы раз. То есть масштаб задачи, он реально с годами растет. И программист, который не подумал о последующей жизни своего алгоритма, да не подумал об асимптотике, он приведет ситуацию к тому, что просто вот оно будет вот так. Поэтому в частности, например, алгоритмы полного перегора, они крайне нехороши. Давайте пробежимся по асимптотикам. Какие, в принципе, бывают классические асимптотики для функций? Значит, это O от единицы. Да, существуют алгоритмы, которые именно с такой скоростью решают задачи. То есть фиксированное время, независимое от количества чисел. Как? Ну, мы с вами пройдем такой алгоритм. Это будет хэш-таблица, которая осуществляет поиск в огромной базе данных за вот так. Сразу раз и нашло. Есть алгоритмы, которые логарифт по основанию 2 от n. На самом деле, здесь основания часто не пишут. Почему? Дело в том, что вот это основание, оно принципиально не меняет логарифт по основанию 10 от n и логарифт по основанию 2 от n. Чем он отличается? Ну, это все равно будет логарифт по основанию так, e от n. В смысле, по основанию e. Да, ln от n поделить на ln от 2 или 10. Это все равно на константе сказывается, которая принципиального роста не играет. Поэтому я все-таки дописываю двоечку обычно. Хотя, еще раз повторю, поскольку сама по-большой подразумевает наличие некоторой константы, которая там умножается на эту функцию, чтобы обокрыть количество операций сверху, то здесь обычно часто не пишут. Пишут логарифт по. Поняли? Так, дальше. Следующий вариант. Это когда у нас... А, мы такой логарифт один знаем. Это метод поиска среди чисел упорядоченных чисел методом деления пополам. Так, подождите, а который час вообще? Я вас не задержал? Нет. Еще нет. Сколько у нас еще времени? Еще 20 минут. Ой, слушайте, я же работал на следующей паре. Я привык, что у меня 20 минут, только... А сейчас смотрю, не... 3.20. Так, значит, у нас чуть-чуть времени есть. Слава Богу. Вот и. В общем, если что, мы его еще повторим, который ищет число среди упорядоченных чисел методом деления пополам. Был у нас поиск массива методом бисекции? Я его, по-моему, вам писал с границами, с барьерами left barrier на right barrier. Так, значит, так вот у него такая симпатичка. А ОТН это что? Ну, однопрокодные алгоритмы. То есть, каждое число нужно посмотреть. То есть, я на него смотрю и я его суммирую. То есть, я там плюсик или умножить, или там я его сравниваю и присваиваю в М. Да? Что-то с ним, с каждым делаю. Значит, у меня пропорционально М. Частотный анализ имеет именно такую, кстати, вот скорость ОТН. На самом деле в нем заложена некоторая тонкость. Если вы будете делать частотный анализ, вы скажете, ну, так, давайте же тогда делать, раз частотный анализ такой классный, давайте все сортировать сортировкой подсчета. Логично? Нет. А почему нет? Паралит. Ну, давайте посмотрим. Мне надо сортировкой отсортировать три числа. Три числа. Десять, один, и миллион. Сортировка пузырьком. Сколько операций сделаешь? Три. Три операции. Ну, на самом деле, не три, три сравнения, да? Операции, может быть, трестановка, она требует дополнительных операций. Ну, принципиально три умножить на четыре, Не важно. А подсчет, сколько должен сделать? Для начала нам надо создать мышечную, я говорю, мои числа лежат в диапазоне от одного до миллиона. Значит, мне нужен миллион счетчиков. Создаем миллион счетчиков, содержащих нули. F равно ноль умножить на миллион. Надо 10 в степени шеи. Кучу времени и кучу памяти, мегабайт. Ладно, мегабайт, на самом деле, целое число, оно побольше. В Питоне весь Питон не экономит числа. На самом деле, это около 20 мегабайт я сожрал уже. Просто, чтобы создать. Рехистрено это не мгновенно. Это системный вызов в уделении памяти. То есть, само создание такого громадного объекта, оно уже катастрофично. Хорошо. Дальше что? Дальше я беру и пробегаюсь по этим числам и заполняю свой этот нулевой массив с большим количеством нулей единичками в трех позициях. В единичке, в десятке и в миллионе единички. Все остальное осталось ноликами. На этом обработка последовательности закончилась. И что мне надо? Если это формировка по счетам, то я должен пробежаться по всему массиву частот и каждое число выплюнуть наружу столько раз, сколько там написано. То есть, я начинаю цикл, в котором я для всевозможных чисел в диапазоне начинаю от одного до миллиона что я буду делать? Я буду его fxt раз fxt раз печатать на экран. То есть, я ноль раз напечатаю, я уж не буду сейчас писать, я ноль раз печатаю один раз печатаю ноль раз печатаю двойку, ноль раз тройку, ноль раз четверку, один раз десятку, потом я все остальные числа до миллиона перебираю и ноль раз печатаю. Понятно? То есть, на самом деле, там скрыт дополнительный дополнительный асимпотический член от количества возможных значений чисел. То есть, тут нужно думать аккуратно. в частности, у меня может быть несколько параметров масштаба у задач у сортировки чисел два таких параметра. Первый это количество чисел сортируемых, а второй я у отена ставлю, я для сортировки подсчетом напишу, что на самом деле О отен плюс М. То есть, время потраченное на собственно заполнение М. А М это что? Допустимый диапазон, то есть, возможных различных чисел. Понятно? То есть, мне же нужно создать массив частот, содержащих м штук ноликов, а потом его обработать, вывести. Так что, на самом деле, возникают иногда вот такие удобности. Бывает несколько параметров масштаба. Кстати, помните сортировку по разрядной? По разрядной диджит редикс сорта. Нет? Она была не однопроходной, в отличие от сортировки подсчетов, но она была линейной. То есть, она, отен, была линейной. Отен несколько проходов, два-три прохода отсортировали. Раскладывали по кучкам, помните? По сотням, по десяткам, по единицам. Чего не помните? Ну, могла вылететь, значит, я ее тогда отслежу и вставлю. Мне казалось, что я рассказывал. В общем, у нее, там тоже, вроде бы, уатен, но на самом деле, уатен умножить на количество цифр в числе. То есть, если количество цифр в числе большое, то у нас может возникнуть дополнительный параметр. Так, ладно. Я сейчас про второй параметр упомянул, чтобы вы за этим тоже думали. То есть, следующий, уатен квадрат, классический, но есть промежуточный. Давайте я вот тут промежуточный скажу. Здесь уатен квадрат, но оказывается, есть промежуточная асимптотика. Это как раз квадратичные сортировки. Пузырек, какая еще? Вставками и выбором. Отлично, да. А есть быстрая сортировка хуара, но я уже упомянул, быстрая сортировка хуара на самом деле вот тут. Но в среднем она идет вот сюда, в среднестатистическом случае. А есть сортировка какая? Слияние. У нее гарантированная асимптотика н лог м. И опять, часто не пишут двоечку, потому что все равно это с некоторым коэффициентом, поэтому какая разница, какой именно логарифм. Следующее. О от м в кубе. О от м в кубе. Бывает, не поверите, специфическая сортировка, сортировка дурака. Рассказывал, нет? Рассказывал. Ну, я ради прикола рассказывал, конечно, она не используется. Но ради того, чтобы показать, что да, бывает. Ну, или алгоритм на графах А, мы еще не проходили. Ну, есть алгоритм на графах, там, у него там тоже кубическая. Ну, ничего страшного. Да, он зато эффективный в определенных вещах. Так. И что еще? На самом деле можно было бы тут все степени полиномиальные расписывать, я не буду. Так? Есть еще вот такие варианты. О от n факториал. Обезьяне с рт. О от 2 в степени n. Ну, тут на самом деле уже не так принципиально. Факториал, он ведет себя похоже на 2 в степени на экспоненту. И опять же, основание а в степени n не надо писать. Потому что может быть по-всякому, может быть и 3 в степени n это уже не так принципиально. Главное, что это уже показательное. Обычно чаще всего там реально именно 2 в степени. Это ситуация всяких комбинаторных. То есть, когда у нас алгоритм сводится уже к полному перебору. Но этих ситуаций, когда приходится решать задачу методом полного перебора возможных ответов и проверять, подходит ответ, не подходит. Лучше всегда избегать, потому что это. Но есть задачи, для которых другое решение пока не найдено. Так называемые NP-полные задачи. Есть задачи, которые пока, а скорее всего и совсем, не имеют такого решения. И такие задачи я в этом семестре вам буду рассказывать. А, разложение на множители. Я вам говорил, что разложение на множители в общем случае является NP-полной задачей. Ну, слово NP-полное я вам не говорил. Я не буду сейчас вводить точное понятие NP-полноты. Я не смогу это сделать хорошо, но произнести должен. Так, кто мы с вами... А, собственно, мы сегодня не должны разложить большое число на множители. Надо ли мне рассказывать какие-нибудь стандартные сортировки сейчас? давайте пропустим. Я думаю, что вы можете если что пересмотреть видео. Вот сейчас мы с вами тогда разложим большое число на множители. и обсудим. Мы с вами что делали? Мы проверяли число на простоту. И я мог вам сказать тогда, что несмотря на то, что мы проверяли число на простоту методом перебора всех делителей, ну хорошо, не всех, до корня из числа. Да, если делители вот двойки до корня из числа не подошли, значит число простое. Но все равно это был полный перебор. А, кстати, корень из числа это реально, это корень из n, вот корень из n. А что является масштабом значек в случае, когда у меня число одно? Ну скорее количество байт сколько занимает это число? То есть по сути количество двоичных разрядов в этом числе. Количество цифр. Правда? Оно ведь является определяющим скорость в количестве, ну определяет масштаб в реальной задачи. Так вот оказывается, что корень из числа он имеет количество разрядов всего лишь в два раза меньше, чем само число. То есть если исходное число разрядов равно n у x, то корень из x имеет количество разрядов n пополам. То есть по сути я свел задачу, когда я взял до корня из x, добегают всего лишь в два раза в два раза асимптотика у меня стала меньше, то есть все равно остается она так лучше. Ладно. Но на самом деле для проверки числа на простоту есть алгоритмы, которые позволяют его существенно ускорить. Знаете, какой классный алгоритм? есть тест фирма. Дело в том, что я сейчас просто проговорю, потому что это важно, чтобы вы понимали, что несмотря на то, что мы тестировали простоту только перебора, но есть алгоритмы, которые позволяют сделать это лучше. Успеем. тест простоты фирма. Дело в том, что есть такая теорема фирма о том, что любое простое число, любое простое число, взятое как, то есть для любого простого числа фирма и для любого числа а, натурального числа а, при этом а не является делителем, а, то есть а не кратно п. Это небольшое ограничение, то есть просто не содержит п среди своих делителей. Так вот, для любого простого числа и для любого числа натурального оказывается, что а в степени п равно единице по модулю, сейчас, секундочку, по модулю а в степени п равно единице по модулю п плюс один, сейчас, на секундочку, я п плюс один по модулю сейчас, на секундочку, а в степени н минус один равно один по модулю п, нет, по модулю п, а здесь п минус один, вот так, а в степени п минус один равно единице по модулю п, что я имею ввиду, вот это один мод п, это на языке программирования будет выглядеть следующим образом, то есть я беру число а, возвожу в степень п минус один, да, и затем я у этого числа беру процент п, то есть я беру остаток при делении на п, так вот получившееся число, да, вот получившееся число, вот так, ну, я его сейчас назову там y, так вот это число y оказывается равно единице, я все-таки напишу, что это дело равно, все равно это пока что математика, просто я использовал взятие остатка, как это можно использовать для проверки простоты, кажется, что никак, на самом деле оказывается, что очень эффективно, вот берем какое-нибудь число, ну, например, давайте число 3, число 3, мы знаем, что оно простое, я сейчас на очень маленьком показываю числе, так вот, я беру любое число, давайте любое число возьмем 6, 6, 6, нельзя, тройка, 6, крат, тройки, ну, например, давайте, там, не знаю, 5, и возведем 5, почему это равно? 25, теперь давайте 25 возьмем по модулю, ой, простите, не куб, а квадрат, 3, минус 1, 25, 25, я просто неправильно степень написал, да, мне же p-1, 25, а теперь берем его по модулю 3, чему равно по модулю 3? Остаток предельный напрямую, еленица, понятно? это просто в качестве примера, что надо сделать, чтобы убедиться, что, да, это можно доказать, я не буду это доказывать, это фирма доказала. Так вот, что он предлагает? Он говорит, давайте возьмем некоторое число, некоторое число, да, возьмем некоторое наугад, некоторое число а1, некоторое число а2, и вот для числа а1, возведем его в степень p-1, да, по модулю p, и проверим, а чему оно равно? Какие возможны варианты? Ну, первый вариант, оно равно единице, а второй вариант, оно не равно единице. Значит, в этом случае, если оно не равно единице, то я могу сказать, что на основании теоремы, что оно точно это число не является простым. При этом я взял конкретное а1, наугад, но лишь бы оно не было кратно p. Понятно? Я могу сказать, что оно составное и до свидания. А могу ли я утверждать, что число простое, если я для одного конкретного числа а1 взял и проверил, а оно совпало с ими по модулю p-1? Нет, не могу. Оно вероятно простое. Оно вероятно простое. И оказывается, вот эта вероятность, она очень высокая. Но, чтобы не тратить время, я могу проверить это на каком-нибудь втором числе а. То есть, я возьму, беру некоторыми числами а, тестирую мое число, возводя это число, любое число, возводя в степень b-1 и проверяю по модулю p. Проверяю, равно оно единице или нет. Если оно не равно единице, я говорю, все, оно непростое. А если оно каждый раз для а1, для а2, для а3, оно показывает не единицу, могу ли я сказать, что это число простое? Вот, оказывается, нет. Существуют такие числа, они называются числа Кармайкла, есть последовательность чисел Кармайкла, которые не являются простыми, они составные, но все-таки они удовлетворяют теореме, вот этой вот теореме, которая говорит, что для простых это выполняется, но она не говорит, что для других не выполняется. Вот, есть числа Кармайкла, не являющиеся простыми, для которых это свойство все-таки выполняется. Поэтому, после того, как производится фильтрация нескольких вот таких вот на нескольких числах, и число подозрительно простое, после этого производится уже доказательство его простоты, ну, например, методом перебора делителей, почему это эффективно, почему сразу не осуществить доказательство? Знаете, почему? Потому что нам бывает нужно генерировать большущие простые числа. Вот, надо взять и сгенерировать генератор простых чисел. Как это сделать? Ну, мы, наверное, можем по нечетным гигантским числам идти. Во-первых, да, гигантское число тысячеразрядов десятичных, да, или там три тысячи двоичных разрядов, неважно. Ну, сколько в алгоритме РСА, сколько сейчас модно бит брать? Ну, 512 это уже неплохо, ну, лучше может быть еще больше, да? ну, 1024 бита, то есть, 1024 двоичных разрядов. Вот, надо вот простое число, я бы там 512, короче, очень много разрядов. что я должен делать? Вот я беру какое-то число, простое оно или непростое. Если я буду тратить время на перебор делителей, я грохнусь. А можно взять тестом фирма, отфильтровать кучу лишнего, говорю, а, это нет, следующее генерируем, это непростое, непростое, подозрительно на простое. Ну, как доказали, простое, отлично используется. Генерируем два простых числа, генерируем два простых числа, перемножаем их, и получаем, ну, сейчас я не буду рассказывать алгоритм РСА, и получаем число N для нашего открытого ключа РСА. И на этом открытом, на том, что произведение чисел простых, больших простых чисел нельзя разложить на множители быстро, на этом держится банковская система и система безопасности, Wi-Fi-сеть вот этой все безопасности. открытые и закрытые ключи, цифровые подписи, госуслуги, это все держится на алгоритме РСА. Алгоритм шифрования основанный на том, что вот сюда легко, а обратно трудно. Ну, простите, разложение числа на множители я все-таки сейчас не рассказал, но зачем оно и почему оно не делается просто, я рассказал. Спасибо вам большое, большое спасибо.